Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Сейсмическая зона Вранча в Европе Климатический обзор за неделю Пример человечности на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Как объединение людей в Беларуси помогло спасти многие жизни Сейсмическая зона Вранча расположена на разломе южных в Румынии и восточных в Украине Карпат Зона мало изучена, но является уникальной Так как в ней проходят глубокофокусные землетрясения на глубине от 80 до 190 километров Сильные толчки от которых фиксируются на территориях от Греции до Финляндии Начиная с 1107 года и до 20-го столетия В зоне Вранча было зафиксировано 60 землетрясений магнитудой от 7 до 8 За 20-е столетие было зафиксировано 30 землетрясений магнитудой от 6,5 до 8 Наиболее сильные земные толчки наблюдались в 1738 году В 1790, в 1887 году, в 1908, в 1934 году, в 1940, в 1977 году, в 1981, в 1986 и 1990 годах Землетрясения приводили к разрушениям и повреждениям на большой территории в разных странах Стоит отметить, что каждый год из зоны Вранча исходят сотни землетрясений В которых просматривается цикличность Анализ происходящих земных толчков показывает, что каждые 30 лет в этой зоне фиксируются максимальные магнитуды сотрясений Беларусь, северная часть Болгарии, восточная часть Венгрии, Молдова, Сербия и юго-западная часть Украины Это территории, на которых магнитуда землетрясений может достигать 8 баллов по 12-бальной системе Резкое усиление сейсмической активности и появление геотермальных аномалий с осени 2013 года По мнению специалистов, является предвестниками разрушительных землетрясений, которые могут произойти в любой момент Последние три года наблюдается нарастающая активность в зоне Вранча Это говорит о том, что в любой момент может произойти землетрясение с максимальной магнитудой для данного региона – 8-бальная А вот ответить на вопрос, когда именно это произойдет, не в состоянии никто на сегодняшний день 22 июля Россия В городе Санкт-Петербург и Москва прошел сильный дождь с градом Затопило несколько улиц Крупный град выпал в Амурской, Курганской и Курской областях Были затоплены несколько дорог в Приморском крае Новая Зеландия Было объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений на острове Южном Спровоцированном проливными дождями В течение 24 часов выпало более 250 мм осадков Месы коррек вышли из берегов Эвакуировано население Алжир Центральный район страны накрыла песчаная буря Индия Штаты Ассам, Гуджарат, Западная Бенгалия, Арисса и Раджастхан пострадали от наводнений Эвакуировано более 50 тысяч человек В течение дня было зафиксировано 20 землетрясений магнитуда 4 и выше 23 июля Польша В Любушском, Куявско-Поморском и Великопольском воеводствах В результате сильных дождей были потоплены улицы, дома и тоннели США В штате Кентукки в связи с наводнениями было объявлено чрезвычайное положение Вблизи города Мэйсвилл выпало более 120 мм осадков В штате Монтана лесные пожары охватили более 90 тысяч гектаров земель Португалия В стране бушуют лесные пожары Зафиксировано 108 очагов возгорания Япония В префектуре Акита ливни стали причиной затопления более 480 домов В течение суток выпало более 350 мм осадков Эвакуировано 20 тысяч человек Вышедшие из берегов реки вызвали исход оползней В пяти городах из-за повреждения труб отключено водоснабжение Китай Город Юйлиин пострадал от наводнений Более 20 тысяч человек эвакуировано из-за наводнений в провинции Шэнси В уезде была размыта дамба водохранилища Италия Из-за засухи понизился уровень воды в озере Братчану Рим оказался под угрозой нехватки питьевой воды В связи с экологической ситуацией Все фонтаны, в том числе 100 фонтанов Ватикана А также 2500 питьевых фонтанов Были выключены Разработан по часовой график подачи воды Канада В провинции Альберто выпал крупный град Австрия Град размером с перепели на яйцо Выпал в коммунах Цель-Амзе и Бишовсхофен Испания Град размером с теннисный мяч выпал в провинции Терюэль Таиланд Тропический шторм Сонка вызвал наводнение провинции Сакхон-Накхон 24 июля США На округ Куин-Энс, штат Мэриленд, обрушился сильный шторм и торнадо Лесной пожар охватил территорию парка Йеллоустон в штате Вайоминг Часть озера Йеллоустон также закрыта Ранее, в августе-сентябре 2016 года, возникший пожар в Йеллоустонском национальном парке удалось потушить лишь благодаря выпавшему снегу Россия В Ямало-Ненецком автономном округе пожары охватили 900 гектаров леса Марокканская саранча в Дагестане уничтожила 112 тысяч гектаров сельхозпосевов Град размером с перепелиное яйцо выпал в Муромцевском районе Омской области От сильного шторма пострадал Усть-Тарский район в Новосибирской области Канада Крупный град выпал на юге провинции Манитоба Нигерия В штате Эда возникло наводнение Норвегия В Камоне Стрюн возник поводок Италия Камуна Кастайру Кэро пострадала от града В течение дня было зафиксировано 23 землетрясения магнитудой 4 и выше Примеры проявления доброты и человечности 16 августа 2016 года в городе Рио-де-Жанейро на Олимпиаде во время полуфинального забега длиною 5000 метров Бегунья из Новой Зеландии Ники Хэмблин упала под ноги бегунья из США Эбби Дагустино Эбби поднялась первой и уже собравшись бежать дальше заметила Ники плачущей от боли Эбби помогла подняться Ники сказав что это Олимпиада и им нужно добраться до финиша Продолжив бег Ники обернувшись увидела что теперь помощь нужна Эбби Которая при падении сильно повредила колено и еле передвигается по беговой дорожке Ники помогла Эбби добраться до финишной черты Вместе они преодолели оставшуюся дистанцию Невзирая на то что они финишировали последними Организаторы Олимпиады позволили бегуньям участвовать в финальном забеге Также их наградили медалью Пьера де Кубертена за проявление спортивного духа Бегуньи показали пример человечности и то что порядочные и моральные люди есть везде Если каждый делает добро в пределах своих возможностей Возможности добра становятся беспредельными 25 июля Вьетнам От тропического шторма Сонка пострадали провинции Конг Бинь и Конг Чи Украина В результате сильного ветра в стране были обесточены Свыше 140 населенных пунктов в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях Россия За 9 часов в северо-западной части Новосибирской области выпало 152 мм осадков Такой показатель характерный для влажных тропиков и превышает месячную норму по региону на 230% В соседних регионах уровень выпавших осадков был в пределах нормы от 2 до 19 мм Обильные дожди также вызвали подтопление в городе Копейск, Челябинской области Мьянма Вследствие наводнений в стране пострадало более 80 тысяч человек Свыше 30 тысяч человек были эвакуированы Потоплены 19 тысяч домов в 35 населенных пунктах Франция В стране продолжаются сильные лесные пожары, охватившие 3 тысячи гектаров Свои дома вынуждены были покинуть 12 тысяч человек Над территорией, охваченной пожаром, образовался огненный смерч Италия Обильный град выпал в Камоне, город Тамаре США Сотни ударов молний стали причиной возникновения пожаров в Северной Калифорнии В течение дня было зафиксировано 18 землетрясений магнитудой 4 и выше 26 июля Россия В Елизовском районе сошел селевой поток Сильный дождь вызвал наводнение в городе Архангельск А также в Этигорском районе Вологодской области В Шипуновском районе в Алтайском крае Сильный град повредил 4,5 тысячи пассивных гектаров От сильного ветра пострадали Новозыпковский район Брянской области Беларусь В городе Минск за 12 часов выпало 77 мм осадков, что составляет 87% месячной нормы Это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдения в регионе Также обильные дожди прошли в городах Барановичи, Брест, Ганцевичи и Слониме Украина От сильного ветра пострадал город Черкассы Хорватия Сильный град прошел в поселке Пломино Германия Обильные дожди вызвали наводнения в городах Бранденбург, Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии Ганна В городе Тамале параливные дожди вызвали наводнения США Американские штаты Юта, Миссури и Алабама пострадали от наводнений В течение дня было зафиксировано 21 землетрясение магнитудой 4 и выше 27 июля Россия От сильного ветра пострадал поселок Семибратово Ярославской области В городе Курган дожди вызвали подтопление улиц Лесные пожары возникли в Сургутском районе Болгария В Кирджелевской области выпал град размером с куриное яйцо Турция Сильный град прошел в городе Стамбул Обильные дожди вызвали наводнения Греция От крупного града пострадал дном Эврос США При городе Канзас-Сити возник поводок ЮАР В городе Аркней прошел ледяной дождь Румыния Сильный град прошел в уезде Тулча В течение дня было зафиксировано 16 землетрясений магнитуда 4 и выше Греция Что-то сам он противится благодати Защищается человек, который боится А кто не боится, тот просто живет Если у человека есть доверие к Богу, ему нечего и некого бояться ИГУМЕН НЕКТАРИЙ МОРОЗОВ 28 июля Украина В течение двух дней от обильных дождей и сильного ветра пострадали 8 областей Было обесточено более 100 населенных пунктов В семи областях выпал крупный град В городе Кривой Рог образовался смерч Индонезия В пяти провинциях страны объявили чрезвычайное положение в связи с пожарами на торфянниках В течение дня было зафиксировано 14 землетрясений магнитудой 4 и выше В трех тысячах километров от Калифорнии, США, был обнаружен дрейфующий остров из мусора площадью 700 квадратных километров Состоящий в основном из обломков, вызванных землетрясением 11 марта 2011 года Частью обломков являются токсичные отходы после аварии на АЭС Фукусима Начиная с 12 июня на территории Елостонского парка произошло 1284 землетрясения с максимальной магнитудой 4,4 На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов В течение недели произошло 1733 землетрясения в радиусе до 20 километров от действующих вулканов И на глубине не превышающей 20 километров Всего за неделю более 82 тысяч человек стали климатическими беженцами 15 марта 2013 года циклон Хавьер принес на территорию Беларуси сильные снегопады и метели Образовались многокилометровые пробки Мало кто был подготовлен к таким событиям Чтобы добраться домой, люди вынуждены были идти пешком через снежные сугробы Или дожидаться в машинах, когда им смогут помочь В это непростое время люди сами организовали горячие линии в соцсетях На интернет-порталах и радио Где координировали работу волонтеров Сообщали о состоянии дорог и местах, где необходима была помощь Люди делали все возможное, не оставаясь безучастными В своем городе, районе или поселке Предлагали горячую еду и питье Теплую одежду и пледы Подзарядку телефонов Канистры с бензином Ночлег и прочую помощь Выезжали на внедорожниках, чтобы помочь Передавали деньги на покупку бензина Или пополняли мобильные номера другим людям Также выходили, чтобы вытолкнуть или откопать от снега автомобили Тем, кто не мог добраться домой В городе Минск были организованы пункты обогрева, питания и ночлега Циклон Хавьер помог людям увидеть, что источник доброты есть в каждом человеке И что люди сами способны объединяться и действовать сообща во благо всех людей и всего общества Внося свой пассивный вклад Люди в такое непростое время сохранили свои лучшие человеческие качества Доброту, нравственность и духовность Важно всегда и везде оставаться человеком Протягивать руку помощи и заботиться друг о друге Объединение людей – залог выживания человечества О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли Мифах и реальности относительно текущего положения человечества и многом другом Смотрите в разделе на канале «АЛЛАТРА НАУКА» «ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ. НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» О климатических событиях в мире и решении климатических проблем Читайте на сайте geocenter.info А также на сайте allatradefiscience.org И в докладе ученых AllatRa Science О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле Эффективные пути решения данных проблем Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал И будьте в курсе новостных климатических событий в мире Субтитры создавал DimaTorzok